Добрый день, коллеги! В этом видео я расскажу вам, как можно провести операции по КСН местного содержания в базе данных 1С. Раздел учета не маленький, операций много, и так как учет средств вы не ввели ежемесячно в течение полугодия, а в баланс нам нужно их включить, то будем проводить все суммы в двух документах «Бухгалтерская справка», руководствуясь примером, которым вам предоставили. Это ускорит процесс ввода данных и будет удобнее искать проводки в случае корректировки форм баланса. В первую очередь вам нужно определить, какие остатки на начало и движения по КСН местного бюджета были у вашего учреждения в этом полугодии. Для этого предлагаем вам распечатать три страницы документов, которые мы вам выслали. Это шаблон проводок с полным набором, по примеру, который вам давали. Вам нужно читать содержание каждой проводки и смотреть в отчетах, есть ли у вас такие суммы. Если есть, пишите для себя суммы в распечатке. Таким образом вы приготовите для себя первичный документ, из которого будете заносить данные в бухгалтерскую справку в 1С. Давайте посмотрим, как это будет. Вот на рабочем столе первый документ начальной остатки. У вас он будет в распечатанном виде. Здесь вы смотрите содержание. Внизу КБК 801.101 форма 2.19. Обращайтесь к форме 2.19, в которой вы можете увидеть остаток на начало года. И ставите сюда свою сумму. Я здесь буду ставить единицу вместо суммы. Итак, следующую строку. Здесь нужно будет посмотреть сальдо на начало года по недоимкам. Сводный отчет по итоговым операциям лицевых счетов налогоплательщиков. Берете сводный отчет и смотрите там, какое было сальдо на начало года. Также сальдо на начало года по переплатам. И указываете суммы в каждой строке. Соответственно, в документе вы будете потом проводить те проводки, у которых будут указаны суммы. Поступление займов. Точно так же смотрите в форме 2.19 уже за прошлый период. Соответственно, за 22 год. Переходите к следующему документу. Налоговые поступления. Здесь мы будем руководствоваться в основном отчетом «Сводный отчет по итоговым операциям лицевых счетов налогоплательщиков». И также с первой строки проверяете все суммы в своем сводном отчете. Этот отчет уже будет за первое полугодие 2023 года. Смотрите в строке «Начислено какая сумма» и указываете. Я у себя поставлю также единицу. Итак, все остальные суммы. Обращайте внимание на строки, в которых есть пояснения большими буквами. Вот в данной строке нужно обязательно указать сумму с минусом. Это важно для формы баланса. А также вот такие, где создать статью ДДС. С этим мы разберемся позже. Я покажу, как нужно будет создавать статьи ДДС и статьи доходов. Допустим, есть у нас здесь сумма. Также проверяем все строки. Переходим к самому большому третьему документу по неналоговым поступлениям. Налоговые и неналоговые поступления можно будет провести одним документом «Бухгалтерская справка» с датой, к примеру, 29 июня. Можно 30. Главное, чтобы у вас прошли они в первом полугодии 2023 года. Также проверяем здесь. Смотрим отчет 2.19 КБК 201.510. Какая сумма была за полугодие? И указываем здесь. Я ставлю единицу. Итак, все остальные суммы. Обращаю здесь ваше внимание, что здесь будут две одинаковых проводки, например, 12.93.60.82 в связи с тем, что мы должны разграничить по КБК 204.100 и 206.100. Это будут разные строки во второй форме баланса. Вот, например, строка 0.22, а здесь строка 0.21. И так далее. Все остальные строки. Здесь 11 проводок. Проверяйте суммы в отчетах. Если они есть, ставите их сюда. После того, как вы проверили все три страницы и заполнили свои суммы, заходите в 1С. Регламентные и прочие операции. Бухгалтерские справки. Нажимаете «Создать». Первая бухгалтерская справка у вас будет 31 декабря 2022 года. Нажимаете «Добавить». Здесь вы выбираете средства местного самоуправления. Если у вас нет такого, добавляете. Но вообще должно быть во всех базах данных. Указываете счет первой проводки. Смотрите в свою распечатку. Это будут начальные остатки. Соответственно, 10.47.52.40. Вот вы указываете здесь 10.47. В данном случае мы не указываем статью «Движение денег», так как мы разносим начальные остатки. Ставим 52.40. И сумму из нашей распечатки. Все. Все по аналогии с тем, как у вас написано в распечатке. Также не указана статья. Также ставится только счет и сумма. Содержание операции, естественно, вам не нужно ни копировать, ни повторять. Это все было в распечатке для того, чтобы вы могли найти суммы. Здесь также у вас информация о том, в какой строке и какой формы баланса вы можете найти эту сумму, куда будет складываться. У вас будут вопросы, скорее всего, с теми, кому вы будете сдавать баланс. И вам нужно посмотреть свою распечатку как раз-таки со своими цифрами, в какую форму, в какую строку попадало. Также мы разносим все остальные. Вы можете нажимать здесь «Добавить». Можете копировать эту строку. И менять проводки. И добавлять сюда аналитику в случае необходимости. Все. Бухгалтерскую справку за 31 декабря, допустим, мы создали. Нажимаем «Записать-закрыть». Затем нажимаем «Создать». И делаем бухгалтерскую справку за 29 июня 2023 года. Нажимаем здесь «Добавить». Средств местного самоуправления. И первый счет указываем из наших распечаток. Идем по порядку. В налоговых поступлениях мы поставили с вами, допустим, единицу в проводке 12.92.60.8.10.1. Здесь указываем, что движение текущего года. И здесь ставим 60.81. Указываем сумму. Копируем. И смотрим нашу следующую проводку в распечатке. Мы здесь возьмем для заполнения проводку, в которой необходимо создать статью DDS. Или выбрать статью DDS. Вот эту статью нам нужно будет выбрать. Так как в распечатке вам ее не видно полностью, давайте добавим такую проводку. 10.47.12.92. Так как эта проводка у нас показывает, сколько поступило средств в виде налогов, мы выбираем здесь в операционной деятельности основной раздел «Поступление денежных средств в виде налогов». Такая статья есть, мы ее просто выбираем. Здесь у нас будет проводка 12.92. Соответственно, текущего года. Сумму при необходимости меняем. Так как я ставлю единицу, у меня также останется единица. Теперь копируем. И ввожу следующую проводку, в которой у меня будет сумма. У вас будет сумма. Я беру проводки те, в которых нужно создать статьи DDS и статьи доходов, чтобы их рассмотреть. Вы потом можете по проводке ориентироваться и смотреть в видеоуроке, что и где мы добавляли. Следующая такая проводка 32.81.10.47. Это у нас возврат поступлений текущего года. И вот здесь нам нужно будет создать статью DDS «Возврат поступлений бюджета». Мы заходим в раздел «Операционная деятельность». Самый распространенный раздел. Отсюда мы будем брать все необходимые нам статьи. «Возврат поступлений бюджета». Здесь она создана. Вы нажимаете «Создать» и создаете в своей базе. В ней вы заполняете «Возврат поступлений бюджета». Прям вносите наименование. Выбираете вид движения «Выбытие». Выбираете вид деятельности операционной, как я уже говорила. И движение денежных средств. Выбираете из списка «Возврат поступлений бюджета». Если у вас здесь будут вот такие папочки, то вы выбираете «Операционную деятельность». «Возврат поступлений бюджета». Ну, так должна выглядеть карточка вашей статьи. «Записать», «Закрыть». «Выбрать». И выбираем ее. Ставим сумму. По аналогии будем создавать также статьи «Движение денег» для других проводок. Переходим к неналоговым поступлениям. Здесь у нас первая проводка, в которой нам необходимо будет создать статью «Доходов». Копируем предыдущую. Проводка 12.93.62.20. Везде ставим текущего года. Счет доходов 62.20. У нас это доходы от управления активами. «Прочие доходы от управления активами». Такая статья уже создана. Вы будете через кнопку «Создать», вносить сюда название, «Прочие доходы от управления активами». Нажимаете «Добавить». Ставите период как можно дальше, например, 01.01.2001. Сюда вписываете «Прочие доходы от управления активами». И ставите код строки, куда должно попасть. В распечатке у вас видно, либо по этому видеоуроку я вам говорю о том, что вы должны ставить 0.32 строку. Нажимаете «Записать закрыть». У вас будут «Прочие доходы от управления активами». Выбираете ее. Правильное расписание статей в проводках нам позволит правильную разноску в формах для баланса. Поэтому отнеситесь, пожалуйста, внимательно. Копируем. 12.93. Следующий счет. 60.82. Это другой вид неналоговых поступлений. Доходы от штрафов, пении и санкций. 60.82. Здесь уже есть. Я вам покажу, как она должна выглядеть внутри. Вы нажимаете у себя «Создать». Пишите «Доходы от штрафов, пении и санкций». Ставите период. И код строки 020-1. Записать, закрыть. И выбираете. То есть, если вы делаете разноску по своим распечаткам и видите, что у вас нужно создать статью доходов, вы смотрите в видеоуроке соответствующую проводку, как ее здесь создаю я. То есть 12.93.60.82. У вас есть сумма в такой проводке, в вашей распечатке. Вы смотрите здесь, как создавать сюда статью и какую именно статью необходимо здесь ставить. Какой проводке соответствует какая статья. Это для формы 2. Следующий вид. Как раз-таки на то, что я обращала ваше внимание. По двум КБК две разных проводки. Вернее, две одинаковых проводки с разными статьями доходов. 12.93.60.82. Другие неналоговые поступления. Нажимаете «Создать». Пишите «Другие неналоговые поступления». Ставите период и код строки 0.20-2. Нажимаете «Записать», «Закрыть» и «Выбрать». Следующая проводка с созданием статьи. 10.47.12.93. 10.47. 12.93. Текущего года. Здесь в счете 10.47 нужна статья «Движение денег» для формы 3. Такая статья, которая необходима здесь по неналоговым поступлениям, тоже находится в операционной деятельности. Нажимаете «Создать» и заполняете «Поступление денежных средств» в виде неналоговых поступлений. Прямо вносите такое наименование. Вид движения выбираете «Поступление». Вид деятельности «Операционная деятельность». Движение денежных средств по поступлениям в бюджет. Записать, закрыть и выбрать. То есть там, где счет 10.47, мы обязательно должны ставить статью «Движение денег», кроме остатков на начало, кроме буксправки, в которой остатки на начало. А в счетах, которые 60-го раздела, мы обязательно должны ставить статьи «Доходов» для второй формы. Следующая проводка – 10.47, 12.93. Проводку заполню до конца. Здесь снова разделение. Проводка такая же, как предыдущая, но нам необходимо разделить по статьям, так как неналоговые поступления у вас различного вида и отличаются в форме 2.19 по КБК. Здесь создаем статью в виде штрафов, поступления денежных средств в виде штрафов, пении и санкций. Нажимаете «Создать». Я нажимаю «Редактировать», чтобы показать вам внутреннее содержание как раз-таки этой статьи. Они уже созданы, чтобы не тратить время. Поступление денежных средств в виде штрафов, пении и санкций. Вносите наименование. Поступление в виде бюджета. И вид деятельности – операционная деятельность. В движении денежных средств выбираете поступление денежных средств в виде штрафов, пении и санкций. Выбираете из движения по операционной деятельности. То есть в этом случае операционная деятельность. Чаще всего во всех движениях у нас будет операционная деятельность. Нажимаете «Записать-закрыть» и «Выбрать». Следующая проводка 10471294. Это у нас будет поступление денежных средств от реализации основного капитала. В данном случае будет инвестиционная деятельность. И такая статья ДДС есть в базе данных, поэтому вы выбираете в инвестиционной деятельности поступление денежных средств от реализации долгосрочных активов. Еще раз повторяю, если вам нужно вводить проводку, вы посмотрели в своей распечатке, что у вас написано «Создать статью доходов» или эта проводка содержит уже статью, то есть это счет 1047, вы обязательно обращаетесь к видеоуроку «Счет 1047» или «60-го раздела». Вы разноситесь в такую проводку, обращаетесь к видеоуроку, смотрите, как эту проводку разносили в видеоуроке. И здесь показано, либо мы добавляем статью, либо мы ее выбираем из существующих. У нас осталось еще две проводки, в которых мы будем создавать статьи «Движение денег». «Движение денег». Это проводка «1047», «6085». «Поступление трансфертов». Здесь нам нужна статья. Заходим в операционную деятельность, нажимаем «Создать». Перед вами такое пустое окно. Вы его заполняете по аналогии с тем, которое я вам сейчас покажу. Поступление трансфертов ПКСН местного. Наименование вносите. Нажимаете «Вид движения. Поступление». «Вид деятельности. Операционная деятельность». «Движение. Поступление трансфертов». «Движение» выбираете из операционной деятельности. То есть, если перед вами открываются три папки, вы выбираете операционную деятельность. «Поступление трансфертов». «Поступление трансфертов». Так выглядит ваша карточка. То есть, вы не обращая внимания на то, что я нажимаю «Редактировать» в тех, что у меня уже есть, это я делаю для того, чтобы вам показать, вы всегда нажимаете сначала «Создать» и потом заполняете по аналогии с тем, что я вам дальше показываю. В конце нажимаете «Записать-закрыть». То есть, повторять в данном случае все операции, которые я делаю, не обязательно. Если я говорю, что нужно «Создать», вы нажимаете «Создать» и заполняете по аналогии с тем, что я показываю. Выбираем эту статью сюда. Копированием добавляем последнюю проводку, в которой нам нужно будет создать статью ДДС. Это проводка по расходам. 74,70 10,47 Здесь у нас снова фигурирует счет 10,47 – денежный счет. Соответственно, нам нужна статья «Движение денег». Заходим в операционную деятельность и добавляем расходы по КСН республиканских местных бюджетов. Нажимаем «Создать». Здесь пишем «Расходы по КСН республиканского и местного бюджета». Вид движения указываем «Выбытие». Вид деятельности – «Операционная деятельность», «Движение денежных средств», «Расходы по КСН». Выбираем из папки «Движение от операционной деятельности», «Расходы по КСН». «Записать», «Закрыть», «Выбрать». Вот, получается, мы с вами рассмотрели здесь 11 проводок, в которых вам нужно будет обратить внимание на то, что вы разносите в статьях «Движение денег» и в статьях «Доходов». Все остальные проводки, их гораздо больше в распечатках, можно проводить по тому, как написано в распечатке. То есть вы смотрите в распечатку и там все заполняете. Если же у вас такие, где есть вот такие вот статьи «Движение денег» или «По доходам» есть статьи «По доходам», они могут быть у вас не полностью там расписаны, соответственно, вам нужно обязательно посмотреть видеоурок для того, чтобы правильно создать, либо правильно выбрать уже существующие. Как видите, многие из них приходится создавать в программе. Невозможно вписать в программу их, потому что уже могут быть созданы у определенного количества клиентов такие статьи «Движение денег» и чтобы не было задвоений. В данном случае мы с вами рассмотрели, получается, весь ввод данных, который необходим. Если вы правильно выберете суммы из отчетов, пропишите их в распечатках, а потом по этой распечатке аккуратно, внимательно создадите два документа бухгалтерской справки, у вас правильно создадутся формы, по крайней мере, по примеру, который вам давали. Все вот эти статьи, которые мы с вами расписывали, они дают возможность попадать цифрам туда, куда нужно – во вторую форму, в третью форму. Все будет расписано по аналогии с тем, как вам говорили на семинаре, по аналогии с тем Excel, который вам давали. И все эти проводки содержатся как раз-таки в проводках, которые вам давали. Мы здесь просто рассматриваем с вами, как это правильно провести в 1С, как эти проводки указать. И возможность этих двух документов, то, что у нас все эти проводки в двух документах, дает нам возможность зайти в любой момент и какую-то из этих проводок исправить. Нам не придется искать, если будет какая-то корректировка необходима. В дальнейшем этот раздел учета нужно проводить несколькими документами. То есть должен быть документ поступления денег по налоговым и неналоговым поступлениям, в котором будет проводиться сразу начисление налогов. В счете к оплате вы должны списывать средства. Соответственно, это должны быть документы, которые соответствуют периоду. В данном случае, раз мы проводим за весь период одной суммой каждую операцию, соответственно, мы делаем это бухгалтерской справкой. Ну и разносим формы финансовой отчетности. Надеюсь, у вас все получится. Обязательно пробуйте все сделать. Обязательно внимательно распишите суммы в документах, которые мы вам предлагаем. Распечатайте себе три документа, распишите там все суммы. После этого попробуйте разносить документы. Внесите туда все, что у вас получается. И если у вас нажимаете записать, закрыть, и если у вас все-таки будут какие-то вопросы по разноске, обязательно звоните, и мы вам поможем с этим. Надеюсь, все получится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...